Русские новости Пора подводить, видимо, какую-то черту под обсуждением выборов. Выборы закончились. Конечно, мы не забудем того обмана, который был. Мы не забудем, что во власти остается самозванец, захвативший государственное управление и вся его шайка. Ну да, после финального аккорда в виде сожжения детей в Кимерово какие-то кадровые изменения, наверное, произойдут. Может быть, наконец, Медведева отправят в отставку. Но сущность режима от этого не изменится. Мне довелось выступить на Московском экономическом форуме, на секции, которая должна была быть посвящена итогам этих выборов, или, точнее, вопросу, состоялась ли хоть какая-то дискуссия о будущем России на этих выборах. Инициатором и ведущим этой секции был Юрий Болдырев. Он любезно предложил мне выступить, вовсе не согласовывая никак о содержании выступления. Я за это ему благодарен. Это действительно достойная позиция. Он прекрасно знает, что есть, наверняка, есть какие-то противоречия в наших позициях и какие-то взаимные критические оценки. Но, тем не менее, он дает мне выступить, хотя регламент крайне жесткий. Я только удивляюсь, что столь важная тема получает всего полтора часа для обсуждения. Но дело не в этом. Оказывается, что обсуждать-то не с кем. Приходишь в полный зал, там, наверное, полтораста человек, примерно полтора десятка выступающих. Ну, три четверти выступающих даже не упоминают выборы. Каждый говорит о своем. Это что, научное ученое сообщество? Или это предприниматели, которые почему-то вопрос о выборах подменяют? Вопрос, ну, кто там, о сельском хозяйстве? Кто-то там о мегаполисах говорит. Кто-то о своем заводе. Кто-то о налогообложении. Ну, в общем, какая-то чертовщина. Получается, что действительно достойного разговора нет. И люди не готовятся, вообще не готовятся к выступлениям. То есть, они говорят всегда одно и то же. И ходят по разным форумам говорить одно и то же. Там, о себе любимых, о своих проблемах. Конечно, можно об этом говорить и без конспекта. И пяти минут хватает. И в то же время содержательная часть этих выступлений близка к нулю. Еще меня крайне огорчает, что среди выступающих, ну, люди, которым сильно за 60. Молодежи нет вообще. Один человек средних лет выступил, но он почему-то решил процитировать так называемое письмо Далеса во всех подробностях. А некоторые люди в зале, видимо, и не понимали, что он цитирует. Думали, что может он от себя что-то такое говорит. Ну, хорошее выступление, только не по теме. Где тема выступления и обсуждения каких-то фундаментальных вопросов о выборах. Состоялась ли дискуссия на выборах. Я написал тезисы. Я понимал, что времени будет очень мало. И поэтому написал тезисы. Выступать просто в качестве оратора. Я, конечно, могу выступить как на митинге. Могу выступить без бумажки. Но здесь мне пришлось читать, потому что я понимал, что я не успею высказать все. Даже при том, что тезисы, написанные мной о выборах, очень компактные. И действительно, мне не хватило времени, чтобы один из пунктов отразить. Мне пришлось его просто пропустить. И перейти к финалу все равно времени не хватило. Я сейчас быстренько эти тезисы прочитаю. Но мне интересно еще, как публика отреагировала. Ну, во-первых, зал поаплодировал. Может, что не понял, но аплодисменты были. И какого-то напряженного, враждебного внимания ко мне высказано не было. Но в двух выступлениях как-то между делом все-таки отнеслись к моим тезисам. Прежде всего, не успел я закончить. Сидящий в президиуме какой-то там убеленный сединой академик начал вопиять, что вот мне стоило бы закончить мое выступление словами «Германия превыше всего». Конечно, мне Россия превыше всего. А вот этому русскому татарину, как он себя представил, стоит, и я так в виде такого возгласа в зал послал, рассказать об этом своим студентам. И пусть они обсудят, бывают ли там русские татары или антирусские татары. И причем здесь его фобии какие-то и мои тезисы. Ну, в общем, понятно, что у человека болит в этом месте где-то такой вот нарыв в мозгу, и вот стоит сказать там русский национализм, русский национальный интерес, и у него там это вспыхивает его болезнь, тут же расплавляет его мозги. И еще один примерно такой же мастодонт тоже вышел и случайно сказал «русский народ», и потом начал поворачиваться вот к этому, к другому мастодонту оправдываться, что под русскими он подразумевает вообще всех, и всех присутствующих в зале, и татар, и чеченцев. Ну, я хмыкнул и так в сторону сказал, только соседка, видимо, моя слышала, что стоит этому человеку сначала с татарами и чеченцами договориться, чтобы они признали себя русскими, а вот этого мастодонта признали своим. Вот такие обстоятельства Московского экономического форума. Честно говоря, делать мне там нечего. Ну вот я пришел, выступил, единомышленники, что-то я там думаю, что вряд ли я их мог бы найти. Я поговорил там после этого мероприятия, ну, увидел общность оценок с теми, кто был у нас в команде народных лидеров, с Семчерой и Гундаровым. Вот они входят, с Семчерой и Гундаровым, двумя докторами наук, ну, и я как третий. Мы такой консилиум провели, за чашечкой чая обсудили ситуацию. В общем, пришли к одному и тому же, что срыв компании Грудинина был вполне организованный и системно подготовленный. И что сам Грудинин не смог стать хозяином своей собственной избирательной компании. Не смог воспользоваться теми советами, которые ему давали, ну и, в общем-то, не сражался за победу. А скорее был подчинен, полностью подчинен Зюганову и исполнял то, что Зюганов и его помощники поручали. Национал-патриотов он не слышал вообще. Ну, что-то, где-то как-то, пару слов там об интернет-партизанах он сказал, с дебатов ушел. Ну, вот это то, что ему было подсказано. Но в полной мере то, что ему рекомендовалось, в общем-то, специалистами своего дела, он не использовал. И даже говорить невозможно о том, чтобы в полной мере или не в полной, вообще не использовал. Можно сказать, что вообще не использовал. И на этом форуме должен был Грудинин вообще прийти к началу, как положено. Он сильно опоздал, там минут на 20, наверное, опоздал. И потом ему дали слово, он выступил. Опять я увидел человека абсолютно неготового, без всякой задачи. Вот он пришел показать себя. И никаких ни программных каких-то тезисов, ни действительно оценки выборов, каких-то четких формулировок, ничего нет. Ну, такой вот эстрадного типа политик. Да, он симпатичен, особенно женщинам нравится, но содержательная часть выступлений исчезла. Ну, нельзя постоянно повторять одно и то же. Ну, уже говорил это на выборах, или где-то еще говорил, ну, все это уже слышали, интонации уже эти слышали. Ну, что, вот душа не болит никак за то, что обманули на выборах, за то, что страну растирает в порошок. Ну, нельзя себя так вести. Вопросы тоже, которые из зала задавались. Понятно, что есть лизаблюдские такие вопросы, которые начинаются с каких-то прославлений, а иногда и заканчиваются прославлением Грудинина. Не знаю, зачем вообще таким людям задавать вопросы. То есть вопросов-то никакого нет. Есть только такой ответ, мы вас любим, как вот такого успешного артиста оригинального жанра. Ерунда. Конечно, вот как я сказал, что Грудинин обнулил свой политический потенциал, так оно и есть. Может, он общественной деятельностью еще будет заниматься, но я думаю, что уже все, бесполезно делать на него какую-то ставку. И надо бы всем успокоиться. Ну, да, не получилось. Мы попытались использовать Грудинина как тарант для того, чтобы ударить по ненавистному режиму. Удар был нанесен нашими силами. Отчасти вот он как-то на острие должен был бы встать, но не встал. И, в общем, режиму досталось, конечно, от нас, от Грудинина, досталось не так уж много, как хотелось бы нам. Ну, не тот лидер получился. Ты, в общем-то, и не лидер. Ну, раз не лидер, значит, политическая биография, можно сказать, закончилась. Давайте других лидеров искать. Давайте готовиться к грядущим боям. Надо готовить и технологии, и людей. Надо отрабатывать все это. Потому что без этого все равно не обойдется. И надежда, что там Богородица спасет, ну, вы сами-то хоть что-нибудь сделаете. Вам предоставляются такие возможности. А вы не делаете ничего. Сидите нога на ногу, жуете попкорн, еще поплевываете в интернете на тех, кто хоть чем-то занят. Хоть какой-то результат предоставляет, участвует в боях. Вот как те, кто включились в избирательную кампанию Грудинина. А со своим бойкотом вы ничего не получили. В общем, никакого результата. Никакого результата, когда говорят, что Грудинин обеспечил явку, это полное вранье. Явка была обеспечена Путиным методами фальсификации избирательной кампании. За Грудининым записали 12%. Вот это что ли явка? Или вы считаете, что Грудинин спровоцировал колоссальную явку за Путина? Это полная ерунда. Да, я рекомендовал Грудинину сняться с избирательной кампании. Это последний был для него шанс сохраниться как политика. Но он решил политикам не становиться, вернуться в свой совхоз. Вряд ли ему теперь это удастся, потому что внимание к нему все равно есть. И за ним бегают и снимают его на телефоны, на видео. Ну, утихнет все это. Утихнет и пройдет. Поэтому действительно нам надо ориентироваться на русские национальные интересы, которые практически не были представлены на этой избирательной кампании. То, что там Бабурин что-то там вякнул, где-то что-то там про русских, это все не имеет никакого значения. Он никогда в русском движении не был. Никаких теоретических работ, никакой публицистики, связанной с русскими национальными интересами, у него никогда не было. Он просто попробовал разыграть эту тему, но не получилось. Не получилось. Не видно ни искренности, ни работы интеллекта, ничего этого не было. Ну, и Грудинин тоже всячески сторонился этой темой, уклонялся в сторону, хотя ему говорили, вот ключевая тема, выскажись. Нет, не получилось. Хотя были для этого все основания, были возможности, не вышло. И давали ему конспект о том, что такое русский вопрос в России. Я там готовил обращение, которое он должен был бы сделать. Все это, честно сказать, я даже не знаю, дошло ли это до него. Потому что у национал-патриотов тоже была проблема со своим собственным штабом. Мы вроде как тоже друг другу доверились, но насколько это доверие действительно воплотилось в совместную работу, трудно сказать. Работа не была эффективной. Не была эффективной, потому что построилась по бюрократическому принципу. И в таком случае успеха быть просто не могло. Ну вот я сейчас прочитаю то, что я говорил на Московском экономическом форуме, заполнив лакуны, которые там вынуждено мне пришлось сделать, убрав из текста один из пунктов. Я назвал свое выступление «Русский вопрос на выборах и после выборов». Тезисы оглашены на Московском экономическом форуме 4 апреля 2018 года. Первый тезис. «Русский вопрос имеет прямое отношение к формированию эффективной экономики». Ну, коль скоро экономический форум, надо как-то и об этом сказать. «Поскольку русская традиция опирается на производительный труд, мастерство интеллекта, либерально-западническое, кремлевское, на денежные махинации. Откат к сталинизму, обещанием которого КПРФ удерживает остатки своего электората, не меньший абсурд, чем информационная экономика, которая грезит в Кремле». Не расшифровываю, потому что за каждым словом еще можно много чего сказать. Поэтому очень коротко, если кто чего-то не понял, как вот на форуме, кто-то чего-то не понял. Ну, это их проблемы, у меня времени разъяснять не было. Могли бы подойти и спросить. Ну, если не подошли, значит им или все понятно, потому что они дураки, или все понятно, потому что они умные. Не важно. Социальная политика также напрямую завязана на русский вопрос, поскольку нынешний режим опирается на кланы, которые либо денационализированы, а потому хранят свои богатства за рубежом, либо составлены нерусскими на основе этнокриминальной солидарности. У русских таких кланов нет, поэтому общество уже разделилось на нерусские имущественные верхи и русские низы, включая предпринимательское сословие, производители и деловых людей, успешность которых ограничена олигархической формой государства. Русские национальные интересы прямо связаны с ликвидацией олигархии, с формированием русского национального государства, в котором граждане всех коренных национальностей будут защищены русской традицией, общежития от нищеты и бесправия. Здесь вот по поводу коренных народов сказано было, кто не заметил, это его проблемы. Русский вопрос напрямую связан с государственным строительством, поскольку русские без России существовать не могут. Антигосударственная деятельность кремлевского режима уже уничтожила почти все признаки государства, а потому русские вот-вот останутся ни с чем. Вывод, актуальность русского вопроса имеет решающее значение для выбора между продуктивной государственной и хозяйственной жизнью или номенклатурно-олигархической смертью. Второй тезис. Национально-патриотические силы проявили себя на выборах как носители мироозренческого комплекса, существующего и даже доминирующего вопреки действиям властей, которые всеми силами его подавляют, а также враждебности носителей левых, коммунистических, социалистических, космополитических, интернационалистских воззрений. Русский национализм также охватывает значительную часть населения. Лозунг «Россия для русских» многие годы сохраняет популярность примерно у 50% населения, но в условиях нынешней избирательной кампании идеи русского национализма не только не были задействованы, но даже не были допущены до публичного обсуждения, что является результатом политики левой части руководства избирательной кампании и непротиводействия со стороны координаторов национал-патриотов, занявших центрийскую позицию, но при этом так и не решившихся опереться на правый фланг, что, разумеется, сократило поддержку компромиссного кандидата на выборах. Современные технологии организации пропаганды были на стороне национал-патриотов, которые при отсутствии каких-либо средств смогли отвоевать интернет, и власти спохватились слишком поздно, включив грязные методы работы в сети лишь в конце избирательной кампании. Некоторые фиктивные организаторы движения интернет-партизан достались неизвестны даже штабу НПСР. В то же время левые продолжили использовать устаревшие технологии плакатно-листовочного типа, которые оттолкнули от Грудинина массой некоммунистических избирателей. Что позволило власти сфальсифицировать выборы и даже внедрить в сознание людей тезис о том, что выборы хоть и были нечестные, но Путин на них бесспорно победил. Этот тезис был озвучен Грудининым и Зюгановым, хотя независимых социологических исследований никто не проводил. Среди национал-патриотов при опросах в интернете более 90% не признают объявленных результатов выборов, а на выборах поддерживали Грудинина не менее 60-70%. Вывод. Левые воззрения вольно или невольно подкрепляют действующий режим и используются для имитации избирательного процесса. Правые, национал-патриоты и националисты владеют как более продвинутым мировоззрением, левые социальные идеи включены в него как часть, и более современными технологиями пропаганды этого мировоззрения. Но предательская суть левых блокирует участие правых во власти и даже в оппозиции. Национальная оппозиция оказывается полностью вне системной, потому что левые вступили в альянс с режимом, чтобы удержать свою системную площадку несколько десятков депутатов в Госдуме и несколько сотен на региональном и местном уровне, а также несколько губернаторов. Третий тезис. Попытка накрыть национал-патриотов левым влиянием теперь вполне очевидна. Порой на местах при участии КПРФ создаются такие же фиктивные структуры НПСР, какими являются, оказались, структуры КПРФ, это мы увидели на выборах. Это связано с исполнением определенной политической функции, соучастием в обмане народа, который исходит из правящих кругов, а КПРФ является филиалом этих кругов. Замалчивание правой повестки дня, как мы убедились, было не случайным. Несомненно, что это, вместе с условием запрета критики Путина, было частью конвенции, заключенной между Критиками и Кремлем, и Зюгановым, и его окружением. При этом КПРФ забывает даже пункт собственной программы, где говорится о геноциде русского народа. Все знают про геноцид, но молчат. Почему? Потому что закулисная конвенция требует не возбуждать самые актуальные вопросы. Отсюда и саботаж на выборах, который был следствием не глупости отдельных лиц, а системным решением, исходящим из соучастия в фальсификации политической системы. В рамках этой фальсификации решалась и задача спасения своей площадки, обеспечивающей безбедное существование коммунистической номенклатуры, вписавшейся в либеральную олигархию. Четвертый тезис, который я не смог огласить. Ну вот теперь оглашаю, дополняя свой текст, текст своего выступления. В избирательную кампанию национал-патриоты входили с русской темой. Но во время избирательной кампании она не была отражена в агитации, даже как второстепенная. Русская тема исчезла, растворилась в левой риторике, а также была замазана красной символикой и мифологией сталинизма. Организационно также произошло растворение национально-патриотических организаций в стихии левой агитационной работы, когда национал-патриотам приходилось мириться с тем, что всю агитпродукцию они получали от КПРФ, а сама эта продукция являлась красной. К тому же совершенно бессодержательной. Проекты агитпродукции НПСР просто не пропустила коммунистическая цензура. Не потому, что в ней было что-то антикоммунистическое, потому, что она была содержательной и обещала эффективность. Во время выборов совещательная структура ПДС НПСР превратилась в неоформленное движение, составленное из спонтанно действующих активистов на местах, имеющих очень разнородные и причудливые политические взгляды. В данный момент русским националистам, чье мировоззрение четко очерчено русской социальной философией, предлагают признать рыхлую структуру с непонятными или просто левыми ориентирами центром какой-то новой консолидации. Партия Великой России не планировала ни растворяться в такой структуре, ни отказываться от своей идеологии. Поэтому формирование движения НПСР мы ожидаем, предполагая дальнейшее партнерство на базе коалиции Русский национальный фронт. Там есть обязательства, там есть идеология, там есть все, что необходимо для коалиции. Совещательная функция ПДС в настоящее время исчерпана, в процессе выборной кампании она не сработала. Перспективно мы считаем выстраивание трех организационных центров в правой части политического спектра. Национал-патриоты с довольно размытой позицией по многим вопросам, русские националисты, Великая Россия и другие организации, которые подтянутся, и даже монархисты, как Юрий Болдырев нас называл, и даже монархисты, которые входили в группу поддержки Грудинина. Монархическое движение, которое сейчас начало формироваться. Укрепив субъектность этих политических сил, мы получим возможность для честных коалиций без обращения к обманувшим нас и всю страну левым. И последний заключительный тезис. Будущее России и перспективы русского национализма связаны со следующими факторами. Исчерпанность прочих мировоззренческих комплексов, неизбежная смена поколений в политической и имущественной элите, очевидная невозможность электоральной демократии в рамках сложившегося политического режима, хозяйственная разруха, как следствие тотальной коррупции и ручного управления государством и экономикой, политическая нестабильность, как следствие измены национально-государственным интересам со стороны олигархических верхов, вплоть до провоцирования войны. Как мы видим, впереди перспектива усиления национал-патриотических настроений на фоне нарастающей опасности окончательного краха государства и экономики. Войной постараются списать свою ответственность за бедственное состояние страны и космические масштабы воровства, как пытались сделать в Донбассе и в Сирии, а до того в Чечне. Задача русских националистов – удержать флаг, не отступая от своих идейных позиций, которые глубоко проработаны и основаны на русской философской государственной традиции. Время работает на нас. Наше дело правое, а местами ультраправое. Поэтому мы победим. Россия – русскую власть. Россия – русская власть! Россия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok